Виктор Павлович Кальгин начал свой рабочий стаж в 1967 году. После школы уехал с братом в Казахстан. Там отучился, повышал квалификацию в слесаре сантехника. Потом ушел в армию. В жизни Виктора Павловича был период службы в Египте во время израильско-египетского конфликта. За границей он пробыл 16 месяцев и до сих пор помнит то тяжелое время. Как отстрелялись на полигоне в Копьяре по маловысотным целям. Наш комплекс был 125. И там не успеешь только отдежурить, лечь спать, тревога, налет. Заскакиваешь в кабину в одних плавках, автомат и подсумок в кабине, противогаз тоже. И садишься за этот запутан. Потом Виктор Кальгин въехал в Саров и в МЦУ-65 занял должность слесаремонтажника. Потом перешел в жилищно-коммунальное управление. Виктор Павлович работал и бригадиром в третьем ЖЭКе. После 18 лет был мастером. Сейчас Виктор Кальгин на пенсии. Ему за 70. Но он продолжает трудиться слесарем-сантехником. Работа наша заключается в обслуживание жилых домов, квартирных. Чтобы было людям тепло, был свет, была вода, холодное горячее отопление. Чтобы комфортно жилось. Слесарь работает по заявкам от саровчан, а в день их может быть очень много. Бывает и такое, что специалисты выезжают на срочные вызовы, если случается авария. Слесарь-сантехник работает не только с коммунальными системами и оборудованием, но и с людьми. И в общении с жильцами бывают разные случаи. Некоторые сердечно благодарят рабочих. А иногда происходят и не очень приятные, курьезные случаи. Как и многие рабочие, Виктор Кальгин немногословен. Говорит, что сейчас в центре ЖКХ не хватает рабочих рук. А между тем, навыки ремонтных, слесарных работ сантехник может применить и в своей личной бытовой жизни. Одно из заветных желаний Виктора Павловича, чтобы труд рабочих оплачивался более достойно. В соответствии с теми силами, какие они вкладывают в свою профессию. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.